Добрый день, с вами Евгений Божьев. Сегодня у нас, наверное, информация больше для женщин, потому что женщины, начиная к определенному возрасту, даже уже молодые, совсем, годам 30, пытаются убирать у себя морщины. На самом деле, косметология не хочет это делать так, чтобы мы могли это делать сами, так, чтобы не хочет научить нас, как это делать сами. А самим для чего? Потому что нужно же, чтобы мы приходили, отдавали деньги косметологам, постоянно подсаживались на них, и они что-то пытались с нами делать и приводили нас в порядок. На самом деле, все гораздо проще. То есть, существует очень простой принцип, как самому избавиться от морщин. Совершенно несложно. Дело в том, что морщины образуются забитыми мышцами, только мимическими мышцами. То есть, например, есть складочка. Почему она образовалась? Она образовалась, потому что мышцы лица, которые оттягивают сюда кожу, они на самом деле зажались и держатся в каком-то упороченном состоянии. То есть, когда мышца работает, примерно она сокращается до вот такого состояния, а потом расслабляется до такого состояния. Она часто работает. В ней накапливаются, в спорте называют, забитые волокна, то есть, укороченные волокна, которые не растягиваются, не расслабляются. То есть, они остаются постоянно в зажатом состоянии. Соответственно, и возможности мышцам и по сжатию, и по расслаблению ограничиваются. И мышца начинает уже работать не полностью, сжиматься и полностью расслабляться, а в каком-то промежуточном состоянии находится. Соответственно, поскольку мимические мышцы все прикрепляются одним концом к кости, а другим концом к коже, к подкожной фасции, соответственно, получается, что вот эта полуукороченная мышца, она кожу на себя сдвигает. И поскольку она не может полноценно расслабиться и полноценно сжаться, кожа остается в таком вот сдвинутом состоянии. Это образует морщины. Соответственно, для того, чтобы убрать морщины, нужно просто возвратить мышцу в нормальное состояние. То есть, дать ей возможность полноценно растягиваться и полноценно сжиматься. То есть, убрать вот эти забитые волокна. Как это делается? Точно так же, как мы расслабляем забитые волокна в скелетной мускулатуре. То есть, взяли, растянули и подержали. То же самое делается и тут. Вот, например, есть складка какая-то, морщинка. Раз она вот так идет, значит, понятно, что мышцы, которые ее образуют, они идут поперек. И именно их укорочение создало вот эту складочку на коже. Соответственно, что нужно сделать? Нужно взять ее, растянуть и подержать две минутки вот так в растянутом состоянии. То есть, когда вы растягиваете кожу, вы одновременно растягиваете и мышцу. Если вы две минуты подержите мышцу в этом состоянии, она расслабляется. Эти забитые волокна тоже расслабляются. И так вот по всем морщинкам пройтись и расслабить вот эти вот мышцы, которые создают морщинки. Только здесь есть один нюанс. Делать это нельзя чаще, чем раз в три дня. Почему? Потому что вместе с мышцами, то есть мы мышцы растягиваем через кожу. Поэтому кожа тоже растягивается. Если вы будете это делать чаще, чем один раз в три дня, соответственно, вы просто растянете кожу. А за три дня кожа укорачивается, восстанавливает свой баланс. И эта проблема решается. То есть, если вы будете работать с морщинами раз в три дня, то вы легко их уберете. Как правило, если не брать очень пожилой возраст и очень запущенную кожу, где-то лет 30-40-50, на это достаточно, на то, чтобы убрать морщины, уходит где-то порядка 7 процедур. То есть вы сами совершенно спокойно, не тратя свои деньги и время на косметологов, имеете возможность это сделать. То есть 7 процедур с промежутка в три дня, то есть это где-то 21 день у вас на это дело уйдет. Зато вы будете красивы, вы будете не потратить лишние деньги на поддержание своей красоты. И все у вас будет хорошо. И вы всегда можете это повторить и продублировать. Вот так. Всего вам доброго.